Фестиваль превратил усадьбу Гальских в настоящий сад. Цветы красовались везде, и в доме, и на улице. Розами и лилиями были украшены и аксессуары артистов. Это не просто фестиваль, это конкурс. Когда цветочные произведения зацвели бурным цветом, пришло время оценить всю эту красоту. 50 профессионалов и любителей садоводства представили на соцзрителей и жюри букеты из флоксов, оформленные в плетеные корзинки и огромные вазы. Оказалось, даже арку можно сплести из флоксов. Ольга Миронова эти цветы любит с детства, любовь к ним привела мама. Она же и дала дочери несколько старинных сортов. Их Ольга и принесла на конкурс. Люблю их за неприхотливость, за радость, которую они дают, потому что они цветут необычайно, буйно, долго. Заходишь в сад и настроение сразу улучшается. Поэтому как можно флоксами любить? У Ольги около 30 разновидностей флоксов. Но настоящие любители садоводства на этом не останавливаются. То меняемся мы сортами, то приобретаем где-то. Вот так. Но хотелось бы еще больше новинок. Чтобы цветоводы-любители обменивались сортами флоксов и пополняли новыми растениями коллекцию музея, в усадьбе Гальских и решили провести такой фестиваль. Объединить людей вокруг цветов с тем, чтобы люди не просто приходили на них смотреть, а с тем, чтобы они могли своими руками покопаться в земле, посадить цветы, ну и, конечно, поделиться своими коллекциями. Пополнить свою коллекцию смогла и один из лучших ландшафтных дизайнеров России Елена Константинова. Сейчас в ее коллекции больше 500 сортов флоксов. 12 из них она вывела сама. Каждому растению дают название. Без имени ни один цветок долго не живет, считает дизайнер. Я получила очень крупноцветковый, очень интересный такой белый сиреневый флокс, который назвала мастером. И очень хотелось получить мне для него маргариту. Года три тому назад я получила вот этот вот очень яркий, нарядный, вот такой малиново-красный флокс, который мне почему-то сразу подумалось, что это должна быть маргарита. Есть здесь и голубка, и зефир, и Анна Каренина. Вот этот флокс называется кжель. Сейчас он не очень напоминает старинную русскую роспись. Все потому, что в этом году из-за палящего солнца синий цвет на его лепестках пропал. На этой клумбе более 10 сортов флоксов. Есть и современные, а есть и те, что выведены уже давно. Вот, например, атласные – один из старейших сортов. А московские зори появились в начале 60-х годов в советское время. Цветочный карнавал закончился лекциями о садоводстве и подведением итогов. Номинаций было несколько. И самая большая коллекция, и самый роскошный букет, лучшая композиция. Ольга Миронова стала самым заботливым цветоводом. В следующем году фестиваль повторится, и, возможно, он будет посвящен элегантной розе или загадочному георгину. Субтитры создавал DimaTorzok